Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного произошло за последние торговые сутки. Снова пробежимся по основным активам финансовых рынков, начнем по порядку с наших традиционных вступительных инструментов. Это, разумеется, динамика нефти и позиции российской валюты. Также не забывайте о том, что в ходе сегодняшнего брифинга, как и всегда, будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Амаркетс. Чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и поменять кодовое слово на бонус. Величина бонуса на сегодня 7%. Очень хорошая возможность повысить покупательскую способность ваших депозитов. Поэтому, разумеется, следите за брифингом. Слово будет анонсировано либо ближе к середине, либо ближе к концу, собственно, этого выпуска. Действует он до следующего утра, то есть до следующего брифинга. Но теперь давайте переходить к рынкам. Начнем, как я уже отметил, с нефти. Актуальные котировки на текущий момент по Brent'у 48 долларов за баррель. Вчерашняя торговая сессия оказалась весьма динамичной, волатильной. Мы видели, как Brent снова стремился добраться до очень мощного, важного для себя сопротивления в районе 50 долларов за баррель. Но, опять же, эти попытки не увенчались успехом, потому что медведи также не дремлют, находятся рядом с этим активом. И, разумеется, когда появляется соответствующая возможность, начинают притапливать этот актив, толкая его к тем целям, которые мы поставили ранее. Актуализирую наши ожидания. Brent рискует, учитывая общую фундаментальную картину, потенциально перспективно еще сильнее просесть и двинуть в район 47-45 долларов за баррель. Еще раз также напоминаю, что со стороны инвестиционных банков есть ожидания покруче. Может быть, даже снижение этого актива в район 40 долларов за баррель. Что касается вчерашнего новостного фона. Разумеется, мы начали брифинг с актуальной статистики по индексу производственной активности PMA Китая. Я отметил то, что статистика очень плохая. Показатель не просто ниже 50, который отделяет восстановление, уровень, который отделяет восстановление от рецессии, рискующей перерасти в еще большие экономические проблемы для экономики Китая. Но он находится сейчас на минимальном уровне со 2009 года. То есть, это очевидный негатив, который непременно можно было транслировать в ожидании еще большего снижения темпов экономического роста китайской экономики. Соответственно, это непременно, так же скажется, на еще большем ослаблении мировой экономики в конечном счете приведет к снижению спроса на энергоресурсы. Такая идея, она присутствует на рынке. И я думаю, что она может, скажем, осохранить актуальность, поскольку действительно мы сейчас по-прежнему продолжаем внимательно отслеживать макроэкономический фон китайского происхождения, понимая, что именно Китай является сейчас, наверное, ключевым барометром состояния всей мировой экономики. Поскольку индекс оказался хуже некуда, разумеется, были созданы все предпосылки, чтобы бренд прямо с азиатской торговой сессии стал полномерно терять собственные позиции на рынке. Но этого не произошло, потому что на рынке присутствовали, скажем, идеи, которые позволили бренду добраться сначала до локальных и дневных максимумов и только после этого начать корректироваться. Честно говоря, идеи эти, наверное, нужно даже поискать, потому что если мы зададимся такой целью, может быть, кроме как ожиданий очередного снижения запасов, мы, наверное, вовсе больше поддержки не найдем. Действительно, запасы ожидали от Минэнерго США, по факту можно сказать, что они снизились, то есть, в принципе, официальные статисты подтвердили данные уже частного агентства АПИ, которое мы анализировали буквально днем ранее. Запасы снизились на 1,9 миллиона, не так уж и много. Но я думаю, что здесь нужно руководствоваться уже другой идеей, я ее также анонсировал касательно того, что сейчас по причине сезонного формата работы нефтепрерабатывающих заводов есть вероятность того, что запасы будут увеличиваться. И это традиционный, скажем, сезон, который обычно и отличается подобной динамикой. Поэтому я, наверное, могу с 90% уверенностью сказать, что уже на следующей неделе мы будем констатировать прирост этого показателя. Поэтому на рынке, разумеется, появится еще один локальный, ну, может быть, даже стратегического влияния фактор, который будет толкать позиции черного золота еще ниже. Плюс ко всему, вчера были опубликованы данные по объему производства нефти в США. Напомню, что буквально несколько недель назад рынок, скажем, обсуждал, опять же, прогнозы Минэнерго США касательно того, что объемы производства будут сокращаться. И я уже тогда отметил, что лучше сейчас не вестись на эти рыночные ожидания, а руководствоваться по факту актуальными данными и статистикой, потому что именно они остаются ключевыми триггерами для рынка. И эта позиция была правильной, потому что, согласно вчерашнему отчету, объемы производства нефти выросли практически на 20 тысяч баррелей в сутки. На текущий момент достигли уже уровня 9-14 миллионов. Соответственно, США, так же, как и прочие ключевые производители, держатся за свою долю и не собираются серьезно корректировать показатель и планку по производству. Точно такая же позиция характерна для России и ОПЕК. Поэтому у нас нет оснований сейчас разворачиваться по нефти, потому что видим, что каждый из регионов гнет свою линию. И все это в целом создает еще больше негатив для позиции, разумеется, черного золота. Может быть, найдем потенциальный позитивный фактор только в декабре, когда состоится очередное заседание ОПЕК. Но до этого еще три месяца. Кто знает, что может произойти с позициями этого актива за столь длительный период времени, то есть фактически за полноценный квартал. Я считаю то, что мы увидим еще более глубокие ценовые уровни. Тем более, что уровень 50, которым грезит Brent, он все-таки крутова для этого актива. Ну и чтобы зацепиться выше этой отметки, я не знаю, что должно произойти. Но, может быть, какое-то интересное сообщение и появится на рынке. Пока его нет. Если оно будет, разумеется, я об этом расскажу. Пока вместе с прочими медведями, собственно, делаем активную ставку на еще большую коррекцию позиции черного золота. Что касается российской валюты. Текущие актуальные котировки на премаркете 66,46. Видим то, что в целом рубль, так же, как и всегда, авторит динамики нефти. Поскольку основная просадка по черному золоту пришлась уже ближе к закрытию вчерашней торговой сессии. То есть, в принципе, на рубле еще этот негатив полным образом не сказался. Я думаю, что сегодняшняя торговая сессия также будет проходить под знаком ослабления и девальвации российской валюты. Может быть, сегодня локально мы увидим опару USD-RUB выше уровня 67. Прочих негативных факторов, наверное, на рынке также предостаточно уже национального, скажем, происхождения. Это статистика. Напомню, что на следующей неделе мы снова будем актуализировать данные по инфляции. Я уверен, что радоваться там снова будет нечему. Негатива достаточно. Но в целом мы прекрасно понимаем, что сейчас вся динамика по российской валюте определяется целиком одним катализатором рыночным для себя. Это позициями нефти. Поэтому предлагаю закрыть глаза на проще фундаментальный фон и сейчас следить за динамикой нефти. Проецирую как раз именно стоимость этого актива на позиции и рубля тоже. Наша цель по-прежнему остается неизменной. Если мы ожидаем такой глубокой коррекции по бренду, разумеется, ждем еще одного витка мощного витка девальвации по рублю и движения в район 70 рублей за 1 доллар. Речь идет о перспективах пары USD. Идем дальше. Европейская валюта против американского доллара. Вчерашняя торговая сессия для евро оказалась восстановительной. Мы видели, как евро-доллар отбился от поддержки в районе 1.11. Можно сказать, что в качестве локального фактора роста главного валютного риска послужили уже и технические формации. Потому что уровень 1.11 это сопротивление, которое держится. И две недели назад, в частности, евро-доллар также пытался пробить этот уровень сверху вниз. Но эта попытка не увенчалась успехом. А то же самое мы видим и сейчас. Возможно, технические факторы будут приводить к локальному интересу европейской валюты сейчас. Но мы прекрасно знаем, что помимо техники на рынке присутствуют и серьезные фундаментальные поводы, указывающие на то, что евро сейчас просто обязан находиться гораздо ниже тех значений, на которых торгуется сейчас. Что касается негативных факторов для европейской валюты. Вчера вышло несколько индексов производственной активности PMI по Германии и еврозоне в целом. Негатива достаточно. В целом мы уже неоднократно констатировали то, что валютный блок, наверное, за последние несколько недель ни разу не порадовал нас хорошими макроэкономическими данными. В этот раз тоже, скажем, мы не увидели исключения. Потому что PMI Германии по факту 52,5, прогноз 52,8. Что касается индекса производственной активности еврозоны, в целом 53,9 против прогноза 54,1. То есть отчеты фактически не дотянули до ожиданий, до прогнозов. И в большинстве случаев оказались даже хуже прошлой оценки. Поэтому негатив сохраняется. Ну, может быть, в качестве позитивного фактора стоит отметить, что индекс держится выше 50. Но все равно мы видим то, что тенденция сокращается. То есть тенденция, направленная на снижение этого барометра производственной активности, что в целом готовит нас к более слабым показателям по темпам экономического роста. Против европейской валюты выступает, конечно же, объективная сила американского доллара. Потому что после решения ФРС не повышать процентные ставки сейчас мы уже фокусируемся на следующих заседаниях. И готовимся к тому, что это решение будет анонсировано уже до конца этого года. Сейчас очень много спекуляций на тему нормализации денежно-кредитной политики. И мы, собственно, усиливаем эти спекуляции, потому что следим за актуальным новостным фоном. И пытаемся, скажем, использовать каждый макроэкономический релиз американского происхождения, да и в целом общего состояния мировой экономики, для того, чтобы понять, насколько убедительными эти доводы будут, для того, чтобы ФРС принял столь долгожданное для рынка финансовое решение. Что касается также причин усиления евро в рамках вчерашней торговой сессии. Также отмечу, что есть еще, конечно же, аргументы, указывающие на то, что европейская валюта используется в качестве инструмента финансирования для операции керри-трейда. Действительно, регион с одним из самых низких процентных ставок, очень хорошая возможность затариться дешевой ликвидностью. С другой стороны, ожидания и опасения по поводу стабильности мировой экономики и, соответственно, более высоких состояний ключевых индексов позволяют, точнее, заставляют фондовиков задумываться о том, что негативные тенденции могут привести к серьезной разгрузке этих самых индексов, как мы наблюдали несколько недель назад после, опять же, коллапса китайского фондового рынка. И если это произойдет, то, разумеется, нужно будет хеджироваться, а для европейских фондовиков самый лучший хедж – это длинные сделки по европейской валюте. Также это в качестве еще одного аргумента, фактора, который локально поддержал позиции европейской валюты. Но мы по перспективам евро фокусируемся на одной ключевой фундаментальной идее – это ожидание новых мер экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка. Вчера состоялась конференция руководителя президента ИЦБ Марио Драги, где он снова очень много говорил про актуальные состояния инфляции, отметил то, что этот индикатор будет держаться рядом с около нулевыми отметками в течение длительного периода времени, дольше, чем прогнозировалось ранее. Если раньше присутствовали ожидания, что индекс потребительских цен сможет существенно приблизиться к своему целевому показателю в 2% к концу 2016 года, то сейчас уже эти сроки, так же, как и в принципе в рамках британской экономики, поехали на 2017 год. То есть целевой показатель в лучшем случае будет достигнут не раньше, чем через полтора года, по сути. Риски низкой инфляции сохраняются, и Драги отметил, что если на этот показатель будет оказано еще большее давление, то ИЦБ, разумеется, придется действовать на опережение, сдерживать дальнейшие риски и анонсировать более агрессивный выкуп активов. Нам осталось только дождаться этого прорывного решения, потому что как раз именно его не хватает, чтобы окончательно сейчас позволить нам притопить евро против американского доллара. Ближайшая цель 1.10, разумеется, к ней мы идем. Уже с локального хая прошлой недели евро серьезно просел. Против европейской валюты действует сильный доллар. Ну и, разумеется, еще, опять же, контрастность монетарных политиков, ФРС и ЕЦБ, и, разумеется, рост спреда доходности между немецкими облигациями и американскими трежерис. В общем, продолжаем шортить евро и ждем уровень 1.10. Что касается пары доллар-японская иена. Продолжает консолидироваться рядом с уровнем 120. Нужна, конечно же, поддержка для американской валюты, чтобы зацепиться за этот уровень, пойти дальше к следующему сопротивлению в районе 121, 121.50. И, быть может, эта поддержка фундаментального характера придет уже сегодня. Потому что у нас и еженедельные заявки на пособие по безработице, у нас и заказы на товар длительного пользования, и поздним вечером конференция руководителя Федеральной земной системы Джанет Ерин. Хотя лучше сказать, что поздним вечером даже не сегодняшняя торговая сессия, а уже завтра, потому что конференция назначена на 00.00 по московскому времени. Что касается ожиданий от выступления Джанет Ерин, я думаю, что она, конечно же, постарается внести конкретику по срокам нормализации денежно-кредитного курса. Считаю то, что последнее решение было действительно, может быть, оправданной реакцией на те риски, которые сейчас характерны для мировой экономики. Но в целом вопрос с ужесточением монетарной политики не был снят с повестки обсуждения. То есть изменение денежно-кредитного курса, оно еще остается в рамках прежнего вектора развития монетарной политики, и мы ждем, собственно, этого решения в самое ближайшее время. Соответственно, если Джанет Ерин все-таки в очередной раз выскажется касательно того, что повышение процентной ставки произойдет до конца этого года, это несомненная поддержка для американской валюты. Плюс ко всему, не нужно забывать о том, что большинство голосующих членов, из тех, которых мы проанализировали, точнее, и в конференции за последнее время, это, в частности, президенты регионального банка Сент-Люиса, Сан-Францинска, Атланты, и в целом они также ссылаются в пользу того, что американская экономика готова к тому, чтобы увидеть изменения денежной политики в рамках всей экономики. Соответственно, если они отдают свои голоса за повышение процентной ставки, у нас, может быть, уже в ходе следующего заседания будет перевеса среди голосующих членов. А значит, может быть, уже в октябре мы увидим первое повышение процентной ставки по версии некоторых аналитиков и экспертов рынка до конца 2015 года, ставка будет поднята дважды. Для доллара, разумеется, даже если не, скажем, подтвержденный пока фактор поддержки, но, по крайней мере, на ожидании сейчас можно покатиться. Конечно же, я говорил, что ожидания – это не самый лучший, скажем, фундамент и не самое лучшее основание для проецирования какие-то инвестиционные идеи. Но ФРС – это все-таки другая история. Здесь речь идет о долгожданном ужесточении монетарной политики впервые за 10 лет. И я думаю, что здесь можно также поспекулировать и на ожиданиях. В целом мы ожидаем еще большего усиления позиций, разумеется, американской валюты против японского иена и движение USD-иены сейчас выше уровня 121.50, то есть к нашей долгосрочной цели, которую мы поставили в районе 125 ровно. Далее идем. Фунт класса вчерашнего дня – 1.52.40. Если вы откроете дневные графики и посмотрите, насколько свалился фунт за последние торговые сессии с пятничного хая, то приблизительно это практически полтысячи пунктов. Очень многое это явно указывает на то, что ралли, которое мы видели в пятницу, как я уже отметил, было ложным, поскольку топлива для его продолжения у фунта, по сути, не было. И оно очень быстро сменилось на уже негативный тренд для себя. И фунт сейчас возвращается к тем уровням, которые являются для него более оправданными. Мы детально анализировали общий фундаментальный фонд, промышленность, сектор услуг, состояние инфляции, торгового баланса. Даже смотрели за динамикой роста заработных плат. И в целом, в качестве позитивного фактора, наверное, стоит отметить только, да, рост заработных плат. Но мы наблюдали его и в прошлом месяце, но почему-то на индекс потребительских цен этот отчет так и не повлиял. Поэтому я считаю, что тенденция снижения индекса потребительских цен сохранится. Также будут уходить на совсем неопределенное время спекуляции на тему повышения процентной ставки, достижения целевого показателя по инфляции. И плюс ко всему, в начале этой недели, напомню, что объем заимствований правительства Британии на внутреннем рынке оказался максимальным за последние три года. То есть объем заимствований на внутреннем рынке, это все равно, что говорить об увеличении дефицита бюджета. Если месяц назад, по сути, Англия не заняла ровным счетом практически ничего, там символичная сумма, то сейчас речь идет уже о заимствовании в 13,1 миллиарда фунтов. Это очень много, и это еще раз указывает на то, что Британия переживает сейчас не самые лучшие времена. Очень близко мы подобрались к нашему ранее выставленному отложнику по паре фунт-доллар. Это на уровне 1,52. Практически уже вчера у него были все основания, чтобы сработать, но пара до туда не добралась. Я думаю, что при сохранении негативного тренда мы сможем увидеть то, что этот отложник будет рынком слизан, и мы дальше пойдем к нашей цели в районе 1,50, потому что потенциал для коррекции британца все еще сохраняется. USDCAD. Вчера мы начали с того, что несколько пунктов не хватило канадцу с точки зрения ослабления для достижения нашей долгосрочной цели. И сейчас я могу уже говорить о том, что, точнее могу поздравить всех тех, кто присоединился к нашей затяжной идее по USDCAD. Уровень 1,33 пал. В частности, даже локальной хай-парой был 1,3356. Это не что иное, как самая высокая планка этой пары с 2004 года. А сейчас те, кто только рассматривает возможность трейдинга по паре USDCAD, я советую обратить внимание на то, что по-прежнему достаточный потенциал для ослабления этой валюты присутствует. И я уже отметил, что к концу этого года мы легко сможем добраться до уровня 1,35. Сейчас нам остается только поблагодарить канадца, потому что он уже также попал в список наших дружеских активов и позволил нам реализовать не одну профитную идею. OutUSD, то есть австралийц против доллара. Наша цель была 0,70. Сейчас актуальные котировки уже 0,69.95. Пробились мы через это сопротивление. То есть еще одна реализованная идея в копилку тех трейдов, которые мы реализовали, закрыли с хорошим профитом. Что касается австралийца, здесь фундаментальная картина ничуть не меняется. И я считаю то, что до конца этого года пара легко сможет уйти даже в район 0,67. То есть потенциал коррекции еще около 300 пунктов. И последние данные по ПМА Китаю только подтверждают тот факт, что австралийц будет из-за слабости основного стратегического партнера находиться под серьезным фундаментальным прессом. Еще раз напоминаю, величина сегодняшнего бонуса 7%. Ну а что касается кодового слова, приурочим его к сегодняшнему выступлению руководителя ФРС Жанет Йеллин. Поэтому кодовое слово ФРС. Действует оно до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok